Здравствуйте, друзья! С вами канал Простоучилка и я, Елена Владимировна. Многие ученики спрашивают меня, а как разделить на 10, 100, 1000 или умножить на 10, 100, 1000 без применения операций в столбик и уголком при делении. Сразу же скажу для злобных критиков. Друзья мои, вы просто не знаете, какая сейчас ситуация с образованием школьным. Захотите узнать, сходите, пожалуйста, на мой канал Простоучилка и почитайте. Много чему удивитесь. Итак, ребята, которые не понимают, как умножать и делить на такие числа, которые имеют единичку в начале, а дальше нолики, быстренько идите сюда, я вам сейчас все объясню. Чтобы разделить десятичную дробь на такие числа, как 10, 100, 1000, 10, 1000, 100, 1000 и так далее, Нужно запятую перенести влево на столько цифр, сколько нулей стоит в моем делителе после единицы. Применяем это правило. Я вижу, что в делителе после единицы стоит два нуля. Беру маркер, ставлю в запятую и на два шага сдвигаю ее влево. Раз, два. И ставлю жирную запятую. Сюда ставлю ноль. И перед запятой тоже ставлю ноль. Мое число превратилось в ноль целых. Раз, ноль, два, ноль, единица. И одна тысячная. Теперь давайте посмотрим, как нам умножать на такие же числа. А здесь правило работает точно так же. Только двигать запятую мы будем не влево, а вправо. Чтобы умножить десятичную дробь на такие числа, как 10, 100, 1000 и так далее, нужно запятую перенести вправо на столько цифр, сколько нулей стоит в умножителе после единицы. В множителе, в нашем, после единицы стоит три нуля. Следовательно, я возьму наше число 0,75. И сейчас раз, два, три. Сдвину запятую на три позиции. Раз, два, три. Ставлю сюда ноль. А этот ноль исчезнет. Получится число 750. Друзья, ничего сложного нет. Попробуйте потренироваться. И помните два правила, которые висят в написанном виде. С вами был канал Простоучилка. И я, Елена Владимировна. Если информация пригодилась и понравилась, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. И удачи вам на контрольных экзаменах. Субтитры сделал DimaTorzok